всем привет друзья мои я рад вас приветствовать на своем канале сегодня канун нового года и новый год без волшебства никак и я рад снова приветствовать вас на своем канале и сегодня мы будем готовить праздничную свинину в духовке с черносливом и курагой и очень много специй также хочу поздравить своих подписчиков с наступающим новым годом года собаки вот маленький талисманчик здоровья вам семейного благополучия мирного неба и чтоб собака всегда приносила вам деньги и было финансовое благополучие друзья мои всем спасибо кто смотрел мое видео ставил лайки дизлайки я к этому отношусь нормально много много добра должно быть в этом новом году итак что нам понадобится для нашего блюда для нашего блюда понадобится свинина шейная часть помыл приготовил вот она жирком также нам понадобится соевый соус сухая приправа чили душистый черный перец прованский травы паприка смесь для мяса чеснок розамарин соль соль курага чернослив итак мы сейчас начнем ее мариновать разрезаем чеснок на две половины и вот такими продолговатыми частями мы его разрезаем этим мы будем шпиговать свинину такие брусочки вот получаются я уже делал такое блюдо всем очень понравилось все были в восторге вот я решил еще раз это повторить дальше вот мы берем наш шейную часть свинины и ножом делаем углубление туда мы вставляем чеснок еще один момент можно прямо соевый соус я пробовал он у нас не очень соленый вам небольшой совет если вы будете пользоваться соевым соусом вот я соль махнул то попробовать его предварительно на вкус свинину мы нашпиговали шейную часть сейчас в сторонку берем берем соевый соус и вот так его поливаем прямо не стесняясь дальше чуть-чуть все равно посолим и начнем посыпать специями дальше чуть-чуть перейдем дальше чуть-чуть так не жалейте специи мясо любит специи уже аромат пошел обожаю возиться с мясом со всех сторон посыпаете красота дальше мы берем веточку розамарина и прямо нашу емкость мы бросаем у нас мясо будет стоять сутки и весь запах и прелесть розамарина будет впитываться в мясо так теперь мы берем еще прованские травы уже посыпаем перец и душистый и обычный запах я мой какой запах мясо уже хочется укусить сверху тоже веточки так теперь берем паприку и маленькой паприки вот мясо наше замариновано мы отправляем его ну говорят часов 8 но я его на сутки отправлю пусть нам маринуется а завтра 31 число и мы отправим его в духовку и так друзья свинина наша готова прошло время и сейчас мы ее будем готовить к запеканию я уже приготовил противень положил фольгу сейчас будем готовить вот у нас фольга она в два слоя чернослив и его помыл также помыл курагу сейчас будем выкладывать на середину прямо вложим курагу единственное что я вам хочу сказать по поводу чернослива друзья мои кто с ним не дружит черносливом много его не выкладывайте я думаю вы поймете не буду объяснять что может произойти если чернослива будет много вот таким образом теперь перекладываем вот оно наше мясо 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 вот так кладем единственное что нужно убрать веточки розмарина дальше дальше мы выкладываем чернослив выкладываем курагу вот так вот так у нас получилось теперь внимательно слушайте у меня мясо где-то кило 400 его надо в общей сложности где-то запекать часа полтора первые 45 минут запекаем при 200 градусов потом вынимаем раскрываем фольгу все обливаем этим соком которое мясо выделило опять закрываем это все у нас происходит на среднем уровне потом на 180 градусов и томим еще 40-50 минут после чего мы опять достаем обливаем и уже до полной готовности не закрывая мы делаем мясо корочку сейчас мы его завернем ставим на средний уровень выставляем время и градусы 200 градусов и приступаем к процессу вот прошел первый этап запекания мы польем соком аромат безумный аромат пряностей мяса сухофруктов чудо сейчас мы замерим померяем померяем 45 градусов внутри мяса это естественно недостаточно надо где-то 85 для свинины так что мы продолжаем так что мы продолжаем уже второй этап отправляем в духовку на 180 градусов на 50 минут вот второй этап подошел к завершению разворачиваем какой аромат прямо чудненько все поливаем еще раз нашим бульончиком чтобы все пропиталось убираем сверху наши сухофрукты и отправляем в духовку на запекание градусник показывает 81 градус посередине внутри мяса я это думаю что нормально и когда у нас дойдет за 10 минут будет подрумяниться мы как раз найдем эту точку мясо у нас практически готово вот получилась такая красота сейчас подрумяниться и будет ураган сок пищеносливом я попробовал обалденно итак друзья мои мясо готово и я хочу вас поздравить с наступающим новым годом пожелать крепкого сибирского здоровья финансового благополучия и что вы загадаете на новый год чтоб все сбылось если вам понравилось подписывайтесь на мой канал делитесь с вами был Роман Борисович до новых встреч друзья в новом году до новых встреч 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 微сов